Новый год – это хороший повод остановиться и оглянуться назад для того, чтобы подвести итоги уходящего периода. Какой он был – продуктивный, трудный, кризисный или наоборот удачный? В этот раз данный вопрос мы задали главе майского сельского поселения Андрею Дацко. Уходящий 2020 год для майского поселения действительно был насыщенный. Очень много было проведено работы, как в этом году, так и проекты на будущие года. Из значимых объектов в этом году у нас была произведена реконструкция дворовой территории по программе «Комфортная городская среда». По улице Филатова-1 была произведена реконструкция дворовой территории на общую сумму 1,9 млн. Была сделана детская площадка, стоянка для автомобилей, дорожки, тротуары, установлены светильники освещения. То есть сделали по городскому типу и основная масса людей действительно довольны проведенной работой. Второй объект это реконструкция подъездной дороги от врачебной амбулатории, которая расположена по улице Заводская, до въезда по улице Виноградной. Общая территория 1,116 км. Проект очень такой интересный. Стоимость проекта 44,8 млн. В этот проект входила реконструкция самой дороги, расширение дороги до 7 метров, реконструкция тротуаров по обеим сторонам дороги. Также установка новых светильников освещения. Всего было установлено 58 светильников мощностью 125 кВт каждый светильник. В том числе была предусмотрена установка барьерного ограждения вдоль всей дороги, а также перильного ограждения возле значимых объектов. Это детский сад и дорога к школе. Кроме этого, была предусмотрена установка тактильной плитки для инвалидов. У нас всего 6 инвалидов по зрению в данном поселении. И как раз для них было вот это предусмотрено. Также только по улице Заводской было предусмотрено 8 пешеходных переходов, а также 6 дорожек, переход с одной стороны дороги на другую сторону дороги. Возле проходов к школе и детскому саду были установлены мигающие светофоры. Что тоже способствует безопасности дорожного движения. Из других значимых объектов на сегодняшний день была запроектирована реконструкция системы отопления по поселку Майскому. Данная система не ремонтировалась уже более 40 лет. Она практически пришла в негодность. Поэтому на данный момент ведется работа по проектированию. Проект очень дорогой, тоже очень интересный. Я думаю, что этот проект пройдет. И уже в начале 2021 года мы этот проект будем реализовывать. Вот это вот три основных проекта, которые сделали в этом году, которые большие и интересные. В данном направлении действительно, начиная с конца апреля и начала мая, была проведена очень большая работа. Эта работа проводится на постоянной основе ежедневно. К этому вопросу мы подошли комплексно. Комплексно в каком плане? У нас идет одновременно работа по проверке объектов торговли, ярмарочных мероприятий. У нас создана комиссия, которая ежедневно обходит все вот эти вот объекты и проводит общую проверку, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Масочный режим, перчаточный режим. Каждый четверг у нас проходит ярмарка. И каждый четверг, начиная с апреля месяца, наша комиссия от администрации посещает это ярмарочные мероприятия. И также проверяет наличие у каждого объекта торговли. Это не стационарные объекты торговли. И мы проверяем наличие, кроме масочного режима и перчаточного, наличие средств индивидуальной защиты. То есть антисептики, чтобы у каждого торгового объекта были и так далее. Благодаря этому всему у нас в поселении не была прекращена работа ярмарочных мероприятий ни на одну неделю. То есть мы как проводили это мероприятие, так и проводим. Кроме этого совместно с полицией проходит информирование населения о соблюдении вот этих всех мероприятий при помощи служебных автомобилей и мегафонов, которые установлены в этих автомобилях. Кроме этого на стациональных объектах установлена система оповещения, которая раз в неделю проводит оповещение населения о необходимости соблюдения вот этих мероприятий. Благодаря этим мероприятиям в поселке Майском и в Хуторе Красном у нас до минимума свели процент зараженных вот этим ковидом. На будущий год мы также планируем, продолжаем реконструкцию дворовых территорий. На следующий год уже готов проект, уже прошло экспертизу. Также дворовая территория по улице Филатова 3. Тоже проект хороший, интересный. Общая стоимость проекта 2 миллиона 630 тысяч. То есть сумма не маленькая и в данном проекте участвовали непосредственно граждане, жители этого двора, которые сами выбирали, что им необходимо установить в этом дворе, какое оборудование. То есть они непосредственно участие в этом принимали. Также мы будем делать реконструкцию подъездной дороги к Майской школе. От улицы Заводской и до самой школы. Протяженность этой дороги 440 метров. Проект тоже интересный. Будет проходить реконструкция с расширением дороги. Будет полностью меняться полотно. Будет тротуар установлен. Также будет установлено новое освещение вдоль этой дороги. Проект тоже такой интересный. Общая стоимость этого проекта 11 миллионов 400 тысяч. Кроме этого, так же, как я уже говорил в начале нашей беседы, предусмотрено и, скорее всего, мы начнем уже приводить действие, проект по реконструкции теплоснабжения по всему поселку. Общая стоимость проекта порядка 23-27 миллионов. Жителям поселения, жителям всего района, а также всей нашей республики и соседям в нашем Краснодарском крае, хотелось бы пожелать в первую очередь здоровья, чтобы всех миновал вот этот коронавирус, который действительно очень серьезно попал в нашу жизнь. В первую очередь здоровье, а также благополучие, чтобы никоим образом это не повлияло на наши семьи, на нашу работу, чтобы дети меньше были на удаленке. Если есть удаленное обучение, то хотя бы, чтобы это проходило с меньшим ущербом для обучающихся. Счастья, здоровья, всего хорошего, благополучия. Самое главное.